Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1112, тема «Грех». Можно ли прощать предателям личным и общественным? И как к ним относиться? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Участь предателей – это участь Иуды. По заповеди Христа мы должны молиться и о них. Любовь Христа сильна их простить. Но на страницах Писания я не могу найти предателей, которые снова вошли бы в доверие к тем, кого они предали. В житиях святых встречаются такие вероотступники, как Папа Мир Маркелин и другие, которые пришли в разум, раскаялись в своем предательстве и отступничестве, и были приняты церковью и даже канонизированы. В канонах соборов и особенно у Григория Нео-Кесарийского говорится, сколь тяжек их грех, если эти предатели помогали врагам находить скрывшихся христиан и расхищали их имущество. Продите вход даже в чин слушающих, доколе что-либо изволят о них купно сошедшиеся святые отцы и прежде их дух святых. Правило девятое. Дерзнувшие учините нападения на чужие домы, аще по обвинению влечены будут, да не удостоятся ниже чина слушающих Писания, но аще сами о себе объявят и возвратят похищенное, то в чине обращающихся да преподают. Все предатели являются открывателями тайн, хотя бы они себя и успокаивали тем, что говорили они правду. Открытие правды тем более усугубляет грех, ибо если бы сказал неправду, то увел бы их в сторону. Притча 11.13. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Притча 20.19. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с кем не сообщается. Притча 25.9. Иди кяжду с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Терахов 27.16.27. Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего, и как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как стерна из сети. Рану можно перевязать, а после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того. С глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои и в словах твоих откроет соблазн. Много я ненавижу, но не столько, как его, и Господь возненавидит его. Продолжение следует...